Старейшее лечебное заведение области пополнилось молодыми кадрами. Сразу после окончания вуза в Ульяновскую областную клиническую больницу трудоустроились сразу 47 специалистов разных профилей. Юлия Ягодкина пришла месяц назад. Девушка с детства хотела помогать людям и профессию выбирала осознанно. В этом году она закончила медицинский факультет УУГУ и теперь работает врачом приемного отделения. Здесь обязательно очень опытный наставник. И я считаю, что это является очень хорошей школой для начинающего врача, приемное отделение, поскольку здесь очень разнообразный спектр пациентов и здесь можно очень много опыта набраться. Большая часть из свежих кадров – это специалисты среднего звезда, которых так не хватало больницы. Еще будучи студентами, большинство пришедших специалистов проходили здесь практику ранее. За каждым молодым медиком закрепляется опытный наставник, который помогает и обучает молодого специалиста. Наставник контролирует работу, учит сначала функциональные обязанности, рассказывает, показывает практические навыки, как это все сделать, и контролирует, смотрит, как он учился. Молодой специалист делает все инъекции сначала под прицелом наставника. Молодые специалисты прошли традиционное посвящение в профессию врачей, которое в этом году прошло по особому сценарию. Вместе с медперсоналом в мероприятии приняли участие ученики многопрофильного лица номер 11. После торжественной части по проекту «В билет в будущее» для школьников провели экскурсию по больнице, показали операционный блок, аппарат компьютерной томографии и лабораторию. Одно из самых чистых отделений в лечебном учреждении – это лаборатория. Почему режимное отделение? Просто весь биологический материал мы исследуем на все, что мы подозреваем. Любой биологический материал является инфекционным, считается инфекционно-патогенным уже. После экскурсии школьники более подробно узнали о специфике медицинского учреждения, его специалистах и направлениях. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ